Этот дрон уже прозвали символом морского могущества Украины. Сталкер 5.0 – украинская разработка надводного боевого дрона с управлением на основе Старлинк и системой видеосвязи. Я думаю, что это вообще символ украинской изобретательности, символ украинских побед на море. Речь идет о так называемом морском беспилотном аппарате среднего класса. Это не дрон Камикадзе, у него другие цели. У него цели разведка, транспортировка грузов. Безэкипажный катер длиной в 5 метров, его максимальная скорость 75 км в час. Стоимость одного сталкера оценивается в 60 тысяч евро. Это новый очередной продукт украинский, абсолютно полностью украинский. Украина вообще, вот этим внедрением морских дронов, фактически открыла новую страницу в военно-морской истории мира и в истории военной. И мы видим, что мы здесь продолжаем, сохраняем такое лидерство и активно ее развиваем. Это очень хорошо. Появляются все новые образцы, технологии идут вперед. Впервые его представили на международном форуме по безопасности в Черноморском регионе, который проходил в Одессе. Украинская военная новинка произвела настоящий фурор среди иностранных делегатов. У этого дрона не сфотографировался только совсем ленивый и потрогать его, пощупать, ну потому что это абсолютно реальный дрон, настоящий, который вот прям можно увидеть и понять, как это выглядит и как это теоретически действует. Поэтому это вызвало очень-очень большой интерес и восхищение украинской креативностью. Одесса стала стратегически важной точкой геополитического противостояния с Россией и одним из главных торговых и финансовых центров Восточной Европы. Украина, по оценкам ООН, кормит 400 миллионов человек в мире. То есть это колоссальное количество и происходит украинский аграрный экспорт на 75% через порты Большой Одессы. Поэтому значение этого колоссальное для мира. Для Украины это сегодня фактически главный наш экспорт. Речь идет о миллиардах долларов в украинскую экономику и налоги колоссальные. Поэтому переоценить это невозможно вообще, потому что это имеет ключевое значение и для Украины, и для мира. Работа этого коридора. Усиление безопасности экспортного коридора через Черное море стало главной повесткой среди участников Международного форума. Безопасность Черного моря является ключевым вопросом безопасности Запада, скажем даже безопасности всего мира. Потому что именно блокируя Одессу, блокируя вообще Черное море, Россия сможет контролировать большую часть мировой экономики через блокировку экспорта украинского зерна. Абсолютно я глубоко уверен, что будущее Украины это Евросоюз. И нам надо уже рассматривать Черное море как вопрос европейской безопасности, Европейского союза. Напомним, что с началом полномасштабного вторжения Россия заблокировала украинские порты. С точки зрения морского флота, Украина бомж. У нас нет ничего. Мы вообще даже теоретически не имели возможности что-то противопоставить Российской Федерации. Часть флота мы потеряли в 2014 году, когда у нас отжали Крым. Часть флота мы потеряли во время полномасштабного вторжения. И если там мерить арифметически, то Украина проигрывала по всем параметрам. Вообще. Во избежание скачка мировых цен на продовольствие. В Турции было подписано зерновое соглашение. Однако российская сторона всячески саботировала его выполнение. Через время вышла из сделки. Начав террор украинской портовой инфраструктуры. Украина нашла выход и вернула себе преимущество на море. С помощью морских дронов украинские силы обороны начали атаковать российское судоходство. Казалось бы, что он там может принести? Каким образом он может навредить большому кораблю, цена которого сотни миллионов долларов, у которого столько обороны, столько металла, столько железа, столько пушек, пулеметов. Как оказалось, но что можно? Украинцы подстроились, сделали апгрейд, усовершенствовались и постепенно начали исчезать корабли российского черноморского флота. В прямом смысле с поверхности воды. Они начали топиться. Затем операции проводило как главное управление разведки, так и служба безопасности Украины. Разные катера, разные модификации, разные названия. Там Мамай, там Магура, там Сибэйби. Но по большому счету замысел был такой, этими маленькими катерами, без экипажа. Да, стоимость там 300-400 тысяч долларов могла достигать этих катеров. Но это несоизмеримо со стоимостью большого корабля. И начали отгонять черноморский флот от украинского побережья. То есть расчищать некий зерновой коридор. Эта техника работает. Это самое главное. Она дает результат. Люди дают результат, которые работают на этой технике. И треть уничтоженного, даже уже, можно говорить, непораженного, уничтоженного боевого потенциала черноморского флота. Это максимально приличный показатель. В результате комплекса действий на воде. Работа черноморского гуманитарного коридора возобновилась. С июля прошлого года с Украины вышло около 1850 судов, которые перевезли 35 миллионов тонн пшеницы. Достигнутый прогресс, включая в первую очередь создание и поддержку гуманитарного коридора, который оттеснил российский черноморский флот и уничтожил значительную его часть, просто впечатляющей. Я очень горжусь успехом, который достигла Украина в восстановлении судоходства после выхода России из соглашения о черноморском коридоре прошлым летом. И это позволило Украине возобновить экспортные поставки, в частности пшеницы и других основных продуктов питания на мировые рынки. Это означает не только то, что украинцы продолжают кормить мир, а и то, что Украина улучшила свою самодостаточность и экономику. Не имея никаких шансов против российского черноморского флота, сегодня Украина стала новатором в борьбе по уничтожению больших суден с помощью креативного и нестандартного мышления. Украинские надводные боевые дроны стали наглядным примером для Тайваня, который сейчас активно занимается производством морских беспилотников. Редактор субтитров А.Семкин